Шанти-шанти РФ. Визитница True Virtu Aluminium Wallets. Визитница Virtu Razer. Рейзер! Прям. Упаковка вообще ничего хорошего не говорит, как у прошлой версии. Откровенно дешманская. Если это дарить, запаковывайте во что-нибудь еще. Вот это вот, это на Алиэкспресс даже не тянет на адекватный. По сравнению с кошельком. Вот она как бы новая. Вот такая чуть-чуть уже видите. Она такая с завода. Мы с ней ничего не делали. Хочется вот такой же. А, надо вот. Вот так вот надо. Ты жмешь, и она неудобно открывается. То есть, вот это все будет мято, это все будет коцано, это алюминий, это очень мягкий, абсолютно не стойкий, ни к чему металл. Нужно нажать дешевую кнопку, плохо сделанную, взять плохо сделанный, скользкий корпус. Ребята, это вот, посмотрите, я взял айфон, вот этот вот черный когда-то. Потому что он такой гладкий, что он не скользит, он как стекло начинает держаться. Вот это вот, это зло вообще. Это просто преступление какое-то. Ну и сюда должны влезать визитки. Вот наши визитки. И они влезли. Да, действительно влезли. Наверное, сюда также. И банковские карты тоже влезли. Поэтому вот это правильный кошелек современного человека. А вот это вот с отделением для денег, куда не влазят визитки, это вообще нонсенс какой-то. То есть, если уж брать твердый кошелек по каким-то причинам, ну, берите вот этот вот. Крейзер, он с одной кнопкой, эта кнопка хотя бы как-то пытается работать. Технически это более правильное решение. Хотя, конечно, я считаю, что все это отлукавло. Кошелек должен быть нормальный, с липучкой закрывающейся, открывающейся. Вот. У меня лучше банкноты, но я не знаю, зачем мне нужны.